Игровой канал Ивана Полиота представляет Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Иван, вы на канале Фэллиота. Четвертая часть прохождения игры Метро 2033 на уровне сложности Сталкер Хардкор. Мы с вами бродим по наружной части окрестностей Москвы, по, скажем так, руинам разваленным. Но вот сейчас мы куда-то заползли в какой-то подвал непонятный. Перед тем, как двигаться дальше, рекомендую вам обернуться немножечко назад, в сторону той двери, из которой вы вышли. И там валяется трупачок, с него можно взять разного рода ништячков. Также валяется еще один Васька тут, мертвый Сталкер. Вот его тоже можно обобрать и обогреть. Здесь, будьте осторожны, здесь радиоактивная вода. И что-то я такую сильную дозу получил. Ну, облучение, конечно, здесь условное. Оно вас просто ранит радиацию, никаких последствий у вас здесь нету, в отличие от того же самого Сталкера. В Сталкере приходилось, если вы этот мод ставили, про который я вам говорил в прошлой части, реалистик мод, по-моему, так он называется. Не помню, как, короче, аббревиатура эту. В общем, вам приходилось еще и лечиться от последствий, скажем так, радиации. Так вот, здесь вот есть нысечка. Флешку, к сожалению, вам вспышку нам за нее не дадут, но просто знайте, что она здесь и есть. Не пропускайте, если со мной параллельно играете. Так, еще один труп валяется. Наверное, кто-то их тут пожрал в виде демонов. Потому что прям как-то они тут заперты, прям оказались в этом здании. Чувак, который валялся наверху. Еще один вот валяется. Который там, в кровище, отстреливался от них. Покоцанный автоматик. Да, игрушка, конечно, зараза, очень атмосферная. Очень интересно мне играть. Я надеюсь, что вам очень интересно также это смотреть. Все это удовольствие. Я не знаю, почему я раньше как-то к ней относился со скепсисом. Почему-то вот как-то... Возможно, из-за того, что игра была недоработана в свое время. Когда-то она вышла. Сейчас я играю в нее спокойно. Приятный такой FPS. Подлагивание, если вы замечаете. Я так представляю, это все из-за бандикама. Из-за записывающей программки. Что-то она у меня глючит. То и дело. Настроить я уже ее по-всякому пробовал. Но вот такие-то вот моменты неизбежные все-таки возникают. Хотя... Вот ты оборзел. Я чуть не сходил, в общем. В одно место. Как по-большому, сразу, так и по-маленькому. Вылечимся адреналинчиком. Сразу, видите, что я... О, а вон бурбон торчит, кстати. Здорово. Молодца, отлично сработано. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Вот это, конечно, элемент сталкерства, как я и тоже говорил в предыдущей части. Он недоработан в самом игре был сталкер. Да и здесь он вообще представлен только, скажем так, по факту, что есть такие сталкеры. Сама функция сталкерская здесь нам, к сожалению, никаких индивидуальных плюшек не несет. У нас здесь все достаточно линейно, все по сюжету только. В сталкере можно было, конечно, второстепенные задачи выполнять. Но и то, повторюсь, это очень было плохо сдобрено недоработанной системой жизнеобеспечения. Отсутствие вида третьего лица для эстетического удовольствия, отсутствие каких-то таких вот плюшечек интересных. Ну и вообще, даже сами второстепенные квесты меня лично сталкеры едва ли развлекали. Достаточно они мне казались однообразными. Нычки, схроны там очень как-то тоже по-детски все сделано. Находишь труп, на нем есть карта с меткой, где лежит схрон. Вон туда добираешься, там развлекаешься с аномалией, в которых здесь, кстати, тоже только упоминание есть в этой игре. Так, а вон и демон. Ну не знаю я, друзья мои, я здесь, честно говоря, с демоном не стал разбираться, вернее убивать его не стал, его убить можно. Но мне не захотелось тратить... Видите, так он не убивается, сволочь. Мне не захотелось тратить просто больше на него стрел. Он улетел, сейчас усядется там на машину, по-моему. И на нас сейчас попрут в мост. Сейчас нам надо будет опять волны сдерживать. Да, я слышу, как я задыхаюсь. Вот что я слышу. Пронеслась. В принципе, хотя нет, бурбон очень галимо отстреливается от этих говнарей. Нас единственное спасает то, что они подбегают и начинают еще в полный рост стоять. Смотрите, какая волосня у них. Шерсть еще покрыться. Вот волосню очень круто прорисовали. Вот это мое тоже почтение. Лежать. Вот я говорил про этот Пальхейн Ван Хельсин. Какая крутая пушка. Обратите внимание, как он их косит. Успевайте только собирать свои стрелы. Не тупите, как я. Я могу что-то забыть. Но благо нам на протяжении всей игры стрелы эти будут достаточно часто попадаться. Ну так, чисто для своего спокойствия лучше иметь полный боекомплект. Вот видите, да? Такие вот случаи, когда на нас вот... Ах ты, гнида! Видите, умудряются просочиться и покоцать. Но это еще не все. Бурбон, говорю, еще один демон прилетел. Зараза, у нас проблема. Я думаю, что... Да откуда ты? Что это такое-то? Это демон на меня, что ли, плюется чем-то или что? Так, все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что успел, то собрал. Монстров наземных нет. Видите, они сверху. Падло плюется. Надо было все-таки его убивать. В общем, убивайте этого демона. Нет. Не поступайте так же опрометчиво, как я. Ну что, заканчивается на этом наша... Мы возвращались в метро. Прогулка. Я чувствовал... По улицам. Мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Да, знал бы ты. Слушай сюда. Прикуп жил бы в Сочи. Забуждаешься. Но неправильно. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Окей. Я помню эту решеточку. Спасибо, спасибо. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все вновь. Опачки. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посвятите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Челнок. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно. У меня к нему дело. К хозяину? Ну конечно. Ух ты шьё. К хозяину так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончи позже. Двигай, двигай. А Бурбончик-то нашего нигде не любит. Смотрите-ка. Чё-то какой-то он странноватый персонаж, но... Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Об этом, собственно, и говорится в предисловии. Так, прячем. Снарягу нашу. Но это не я всё делаю. Это делается скрипт. Да нет, тут не крена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Никого. Крыса, наверное. Да ты уже сказал. Такс, ну что? Бегите назад. Хватайте калашников тоже. Не всегда не забывайте сначала локации. Оглянуться и посмотреть, ничего ли не валяется сзади. И сейчас у нас, что называется, из огня до полумя, начинается ещё одна миссия по устранению человеческой заживой силы. Вот. И делать это предпочтительно в стелсе. Так. Кстати говоря, здесь валяется... Сейчас я вам покажу. Сейчас мы... Нет, пока этих мы не будем устранять. Сейчас кто-то уйдёт, товарищ моего. У него что-то с животом. Надо сейчас подождать. Вот он сейчас побежит в сортир и увидит трупака своего товарища, которого мы уже убили. И вот мы вставим самый благоприятный момент до его устранения. Таскать трупы, к сожалению, здесь нельзя. Что, кстати, весьма и весьма печалька. Если здесь такие есть стелс-моменты, почему не предусмотрели момент с перетясканием трупаков. Не помню, есть ли в ласт лайте это. По-моему, тоже нет. Лежать. Так, кипиш вроде не поднялся. Да, калашников тут у всех есть. Даже если вы забыли калашников. Ещё там вентиляции, то ничего страшного. Потеряйте только в патронах. Так, вот ещё одна здесь нысячечка. Свет лучше тушить. Сейчас будет тоже достаточно темно, ребятки. Так что уж не обессудьте. Игру я из-за этого делать тоже ярче не собираюсь. Иначе весь антураж пропадёт. Так, в этом вся фишка, чтобы в потёмках пройдить. По-прежнему у меня ещё пока что нету прибора ночного видения. Будет он чуть позже. Так, вот здесь валяется аптечка. Стрела. Динамитная шашка. И вот есть, кстати, ножичек. Блин, а я ножичек-то с трупака с одного. Да и со второго, кстати, тоже не снял. Ладно, потом сниму. Так, в общем, в правой стороне этой станции тоже там сидит один чувачок. Сейчас мы ещё, подождите, осмотрим. Всё ли я тут обнюхал. Вроде бы всё. Ничего такого не валяется. Тушим свет. Вот, собственно, здесь хорошее место. Здесь сидит чувак, которого можно безнаказанно спокойно убить. И валяется ублюдок. Я имею в виду это оружие. Валяется это оружие, ублюдок. Валяется оно с глушителем. Вот, что даёт нам некое преимущество в тактике на будущее сейчас. Потому что ножами убивать всех неудобно. Прицеливаться ножами не все умеют. В частности, я тоже очень как-то коряво. Порой бывает метаю ножи. Очень долго приучиваться надо. Вот, поэтому хватаем этого ублюдка с глушителем и идём обратно на другую сторону этой станции. Будьте осторожны, здесь есть растяжки, которые, ну, ловушки, которые по неосторожности можно нарваться и огребёте, что называется, шипастой какой-нибудь дубиной по башке. Так что смотрите всегда под ноги. Хотя в потёмках это сделать весьма и весьма сложно. Я просто пару раз тут нарвался, но, к счастью... Так, вот видите, это не я. Это нам, короче, кто-то помогает. То есть можно не тратить на него ни времени, ни патронов, ни ножичек. Можно, конечно, было потратить, но лучше сделать это вот таким вот образом. Так, в общем, здесь ходят наверху. Видите, Вася. Убиваем его быстренько. Это всё удовольствие у нас получилось сделать без последствий. Вновь отношев к бурбону столько вопросов, что хоть и гонки под ногти втыкай. Тоже можно погасить лампочку. За бурбона базарят. Если лень будет, может просто мозги разнести. Неплохой вариант. Как только-то базарят. Вот так вот как-то кривовато очень достаточно развернётся и пойдёт вот в эту комнату. В этой комнате никого нету. Можно его спокойненько рашить. Так, теперь бежим. Тушите свет здесь, чтобы у вас не было видно. Я не знаю, что вот это за хрень такая, что она вырубает, но я на всякий случай её выключил. Так, теперь бежим обратно. Здесь сидит Вася. Рубим его и вырубаем свет, чтобы не заметил его патрульник, который ходит на другой стороне станции. Никто нас не услышит. Да и вроде пока никто не видит, слава богу. Сейчас настанет, вот видите, да, там растяжечка, будьте аккуратны. Сейчас, почему я не собрал до сих пор патронов. Сейчас будет очень интересный момент. Сейчас надо будет нам вынимать сразу троих, чтобы нас никто не услышал. Даже не трех, а четверых. Потому что там ещё есть наверху, если вы видите, наверху есть балкончик такого с будочкой. С комнаткой, скажем так, с наблюдателем. Видите, где свет наверху горит? Там сидит Васька. Его можно будет убрать только по силуэту. Ну, у меня сейчас так получится сделать. Ждём сейчас, как только подойдёт сюда патрульный, который сейчас ушёл в направлении противоположном от нас. Вот всё, вот он идёт обратно. Дожидаемся. И сейчас будем использовать нашего ублюдка. Он, зараза, хорошо скорострельный, тихий. Вот эта вот лампа, которая горит между этими двумя охранниками, зараза, очень портит всё. Так, вон наверху, видите, он, зараза, напрягся тоже, но пока вроде без особых последствий. О, видите, видите, стоит. Так. Всё. Фу, слава тебе, Господи. Конечно, ну, вот так вот, как я не рискуйте, уж сразу его снимите, как только он встаёт. С ног поднимается. Вернее, с положения приседа. Встаёт на ноги. Убивайте его сразу. Я просто убил этого, потому что испугался, что... Вернее, что отвлёкся немножечко от этого, от его убийства, потому что испугался, что сейчас пойдёт этот патрульный обратно. И он увидит трупаков, и кипиш поднимется. И это было бы нам не на руку, друзья мои. Так что, ну, в общем, я думаю, приблизительно и такой практичкой можно действовать вполне себе. Так. Подзарядим фонарик. Осталось у нас там немножко... Как немножко? Относительно, конечно, немножко там просто есть на кухне. Рядом, вернее, с кухней. Смежная комнатка. Вот, там сидят аж на три человека, и убить их тихо так же, как сейчас я сделал... ...проделал эту операцию. С предыдущими врагами не получится. Так, к тому же вот там ещё один сит, Вася. Хотя, в принципе, уже можно и кипиш поднять, потому что... Немножко их, правда, здесь осталось. Пока вроде тишина. Вон он там наверху, наверху, наверху ходит. Аккуратненько. Шныримся здесь. Под... Просто потрясающую музыку подмосковной вечера. Подмосковье. Это у нас метро, да? Так вот ты какое Подмосковье. Ой, что-то я наступил в какой-то костёр, что ли, блин, у меня аж кровавое пятно. Вот, сейчас можно его... Вот это... Вот это засранство попал в этот самый фонарь, в лампу керосиновую, блин. О, всё. Обмяк. Ещё один товарищ. А вот второй кипишнул. А, тут ещё один оказывается. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Здесь внизу нычечка есть, но пока мы не будем туда залазить. Нам вообще в ту дверку надо, которая правее от нас. Но мы сейчас здесь всё исследуем. Ещё и ящики. И... Там тоже много всего полезного должно быть. Осталось нам разобраться с тремя... Последними. Темно, блин, какое-то. Всё, у меня битком, что ли, всё. Ну, патроны, естественно, конечно, всегда нужны. Патроны всегда подсвечиваются. Их много не бывает. А вот гранаты всякие, ножички, имеют максимальное количество. Всё заставлено ящиками. Которые, кстати, не двигаются. Если их попытаться сдвинуть. Физикс здесь тоже какой-то условный. Хватит на меня там орать. Сейчас ты всё получишь. Да, этот ублюдок с глушителем, конечно, решает. Тут вообще огнестрельное оружие против людей особенно. Оно достаточно эффективно. Умирают они с удовольствием и быстро. Так, вот лучше фонариком сейчас здесь не светиться. Правда, не видно всё равно ничего. И не забываем, как я уже раз напоминаю, не забываем про растяжки с ловушками. Между пролётами. Вот здесь есть. Между колоннами. Блин, не могу, не знаю, где этот... Параирает, лежит музыка. Просто у меня уже от неё подташнивает. Рельсам тебе по черепу! Ещё напоминает чем-то эта музыка по мотиву. Так, ещё мы готов. Опа. Всех, что ли? Как они там хорошо на линию огня втроём все выставились. Выставились. Соговариваюсь. Пардон. Девять граммов сердца, постой, не зови. Вот эту песенку напоминаю ещё. Но... Это не она. Ну что ж. Вот мы, собственно, всех и перебили здесь. Поэтому можно нам сейчас... Ну, ещё вру, ещё не всех. Ещё есть один человек такой. Интересный. Он там в ящиках, короче, тусует. Там такие ящики сейчас. Сейчас вам покажу. Выставлены там по системе лабиринта. Заблудиться очень можно легко. Вот ещё. Стоп, я там всё подобрал. Не пойму. Вроде всё. Ну, если что-то уж пропустил, уж не обессудьте. Зачем вот это вот нужно хрень? Я не пойму. Вот этот щиток этот. Чё он вырубает? Так вот, давайте наверх разберёмся. Может, он здесь что-то вырубает? Тихо. Аккуратненько. Ну, он валяется. Убитый нами ранее. Вот, но тут проигрыватель дурацкий. Пускай играет. Ходит с холошом, но у него патрон от дробовика. Как это так? Нафиг. Надоело. О. Рокенролльчик. Пускай будет рокенролльчик. Ту-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун. Тут ничего нету. Да, обратите внимание. Опять же, я об этом говорю. А, это штырь. Я об штырь всё время тут так спотыкаюсь. Параматурный. Ладно. Открывается дверь. Открывается. А здесь у нас что? Здесь какие-то трупаки валяются. Стоит туда идти? Наверное, стоит. Посмотри, хотя бы, что там у нас. Давайте подзарядим фонарик. Не первый раз я обращаю ваше внимание, что сколько же здесь всё-таки объектов они сделали. В каждую это носом надо тыкать. Это занимает изрядное количество времени. Марш, марш, марш левой. И вот похоже тоже на бутутсовскую песню. Шар цвета хаки. Кто слышал, тот знает. Кто не был, тот будет. Как говорится. Так. Здесь просто, короче, трупаки с монстрилами. Они ничего с собой не несут. Ну и ладушки. Давайте идём дальше. Осмотрим. Так, вот нычечку ещё ту. Здесь нычки нету. Я имею в виду нычка вот эта вот, да. Дырочка вот эта вот с лесенкой. Надо спустить сюда вниз. Опа. Чё ты задыхаешься-то? Ладно. Наденем пока. Тут у нас только патроны. И неберущаяся аптечка, да. И мясо. Мясо нам точно не нужно. Человечина небось. Кстати, я заметил, что здесь тема людоедства нету. В метро 2033. В отличие от других постапокалиптичных игрушках и сеттингах. Да и фильмах тоже. В метро именно. Теперь помню я, чтобы людей жрали люди. Или какие-то тут секты были. Может быть, в Last Light это есть. Я Last Light, который сейчас не прошёл. Но я тоже этого там что-то не помню. Я там больше половины игры прошёл. Так и не повстречал ни одного людоедика. Так. Вот, в общем, собственно, здесь этот лабиринт с ящиком, про который я говорил. Его можно тоже обследовать. Тут ещё сидит чувак. Он спит. И его кумарит. Там очень сильно, походу, укуренный хлам. Так. Давайте прямо сюда. Хотя здесь. Очень такие, да? Запутанные прямо такие дорожки. Так. Аккуратненько. Поэтому главное не спалиться. Он там спит. Он вас не видит, не слышит. И перестрелку он тоже не услышал, естественно. Так что можете... Вот-вот-вот он сидит. Здорово. У меня вот... Маски ганнибаловской такой. Вот у него крутой пулемёт, кстати говоря, есть. И кальян. А-а-а-а. Кальяном он тут накумарился. Крутой пулемёт. Крутой, который дробью бьёт. Очень скорострельный. Но я пока его брать не стал. Повторить. Потому что я пользуюсь своим любимым хельсингом. Стреломётом. Но в будущем... Особенно против кикимора этих, блин, которые из... Дырок этих выползают в стенки. Понадобится там. Так, что-то очень круто. Что ж ты такой куришь-то здесь? Обычный табак из Египта. Обострились, короче. У тебя все чувства, да? Нифига. Ты где такую дурь надыбал? Всё. Отпустила нас. Теперь жрать захочется. Вот если бы система Alive была, как в сталкере. Сейчас такой бы индикатор голода. Было бы прикольно. На хавчик, на хавчик. Типа сразу протянуло. Пожрать. Так. Пробрало. Всё, больше ничего нету. Ну, значит, надо... Тихонечку отсюда... Двигать тазом, как говорится. Ну, всё. Вроде бы всё её обследовали. Автомат схвачен. Вот тут штырь дурацкий. Я уже боюсь его, блин. Умудряется нанести нам повреждения, будучи просто торчащим. Так. Ну что, нам в эту дырочку? Давайте. Давайте. Вроде всё, вроде... Ага, всё. Вот тебе и всё. Давайте, 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 давайте. Здесь ничего не валяется. Пятно крови какое-то. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снизу. Это одноглазый или гонокок? Гонокок какой-то. Там ещё народ сзади. Артём! Чё за Артём! Ты чё не стреляешь-то? Эй, ты чё за... Бурбон ещё, да, чё дятел какой-то, а? Навёл на него пистолет и стоит, смотрит на меня, блин. Чё за бред-то такой? Поплатился жизнью за это, молодец. Так. Я там всех вроде перебил, но народ всё равно набежал. Можешь опустить своё оружие, юноша. Он тут к нам помогал. Тайно. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Вот смотришь. Хан, предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочёл бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Влажновато для твоих старых костей. Так, ну чё, давайте быстренько осмотрим сие помещение, где держали Бурбона. Не получилось нам, к сожалению, его спасти. Не знаю, как в книжке он распрощался со своей жизнью. Но предполагаю, что примерно где-то так же. И пора потихонечку нам сворачиваться с этой серией. С Ханом мы двинемся дальше уже в следующих моих выпусках, друзья мои. Прощаюсь на этом с вами. Надеюсь, вам всё понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых выпусков. Всем до новых встреч. И, как всегда, большое пока. Что ж, мудрое решение.